МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Спортивная параллель», которая выходит в эфир телеканала Югра в рамках спецзадания спорта. Относительно до недавнего времени женский бокс был запрещен во многих странах. Хотя первый демонстрационный бой на Олимпиаде состоялся аж в 1904 году, и лишь спустя 105 лет Международный Олимпийский комитет все же принял решение включить женский бокс в программу самых престижных соревнований планеты 2012 года. Как таковых хобби и других видов спорта в моей карьере, как бы как в жизни, вообще не было. Я была обычным простым сельским ребенком, который там рушил все, что не так лежит, лазил везде, где можно, деревья, заборы, все в этом плане. Но на бокс, можно сказать, я пришла случайно. Ирина Сафарова – спортсменка из города Радужного, мастер спорта международного класса. Боксом стала заниматься в 2003 году. Является неоднократным призером первенства России, финалистом первенства Европы, обладателем бронзовой медали первенства мира, призером и победителем Кубка мира среди нефтяных стран. Тренируется под руководством Евгения Ротарь. Мою маму и тренера свела случайность, как бы, и благодаря вот этому я пришла в бокс. Мы когда в зал зашли, как бы, на тот момент шла разминка такого, как, таковой самой такой жести не происходило в зале. Это была только разминка, там какая-то работа по мешкам и все, и ничего более. Это уже потом, со временем, как бы, я уже поняла, куда я попала. Но уже назад идти было поздно. С тех пор, как бы, вообще я изначально, как начала в боксе заниматься, то есть ничем другим я особо не пыталась. Так, где-то в школе, там, где-то на лыжах побегать, где-то в волейбол поиграть. Но все знали, что, как бы, моя основная работа и мое основное занятие, хобби, скажем так, на тот момент именно бокс. Мама очень тщательно, скажем так, следила за тем, чтобы я никогда не пропускала тренировки, там, без какой-либо уважительной причины. Сказать, что можно я не пойду на тренировку, у меня голова болит. То есть, ну нет, у нас семья это никогда не прокатывала. Ни со школы, ни, тем более, с тренировками. Изначально, вообще, вот, со своей самой первой тренировки, там, первый свой шаг в зал я вот совершила именно с Евгением Ротарем. Это мой, ну, я бы сказала, что это больше, чем мой тренер. Это, на самом деле, это мой второй отец, который вообще все мои трудности в жизни, там, все мои радости, все мои переживания, он переживал вместе со мной. Заниматься я начала в 2003 году, то есть, ну, на тот момент мне было 9 лет. Бывали, да, периоды, я не спорю, когда вот я просто даже смотреть не могла в сторону зала. Первые два года я боксировала только у нас в Радужном. Это было, у нас был один соперник, мы были всегда в одной весовой, я и Лена Хаджик, командец на сегодняшний день. Первые, вот, наверное, бои в 20 мы вместе проводили. Вот первые два года, в которые мы не выезжали, только с ней. И все эти 20 боев я проигрывала, я до сих пор удивляюсь, как я вот в тот момент, я не плюнула, не сказала, ну, ваш нафиг этот бокс, потому что столько раз подряд проигрывать. Ну, как-то не знаю. Ну, видимо, что-то, может быть, моя где-то упертость сыграла, мой больше характер, что со временем, как бы, я не сломалась. Первый успех у меня, наверное, был первая моя Россия в 2006 году. Мы тогда выступали, там, можно сказать, неофициально. Как бы, ну, не я, не тренер, мы особо, ну, не ждали от меня результата, потому что я была самая маленькая возрастная категория, и, как бы, были девочки помощнее. И в команде тоже были девочки старших, ну, основной упор тогда делался на них. Ну, в итоге, как-то, ну, не то, что сюрпризом для нас стало, но на той России я стала второй. Уже потом я поднялась в 60, уже, как бы, держалась в 60-64, все равно, вот, выше третьего не получалось, все, там, хоть что не делай. Причем даже бывало такое, что я убирала, там, самых сильнейших в первых боях, а выходила, там, на девочки, там, вообще, которых, там, можно сказать, я даже не чувствовала, все равно бой уходил в другую сторону. Была Россия в Весентуках, 2009, наверное, год, и там, вот, ну, уж прям совсем нагло было, то есть, ну, меня, как бы, как личность это очень сильно зацепило, потому что, ну, вообще очень несправедливо было, на мой взгляд. И, то есть, ну, не так, что, вот, как обычно говорят, что все, кто проиграл, там, обычно засудили. Нет, там вот прям было явно, и можно было доказать, если там подавать апелляции и все такое. Ну, система была составлена так, что подавай, не подавай апелляции, если подашь, еще хуже сделаешь, как еще для всей остальной команды. И мы так подумали, у меня на тот момент было двойное гражданство, что если ты тут третий никому не нужен, то не проще ли перейти и показать где-то там. Я подала документы в Молдавию, и буквально где-то месяца через два, через три мне выслали визу на чемпионат мира по женщинам. Для меня, скажем так, это был чуть-чуть шок, потому что я была там девочка 17 лет, маленькая, первый бой я попала на спортсменку из Чехии, там, ну, честно, не передать. Ну, вот какие стереотипы женщин и боксеров, вот это действительно так и было, это короткая стрижка, это вот такие вот банки просто, это мышцами невозможно назвать просто вот так. И я когда увидела, думаю, боже, куда я попала? Ну, в итоге я что-то там попыталась предпринять, но лучше бы я этого не делала, в итоге проиграла 4-1. Мы уже в следующем году поехали на первенство мира в Анталию. Первый бой я проводила с девочкой из Казахстана, где-то в раунде во втором, по-моему, или в третьем я сделала два нокдауна, ну, бой как бы все равно до конца дошел, но я выиграла этот бой. Для меня самое сложное, самое трудное – это первый бой. Вот настроиться именно морально, как бы, ну, что самые такие переживания для меня – это первый бой. В итоге я стала третьей, как бы, ну, это вот самый такой первый высокий результат. И, ну, опять же, третье, но зато какое третье, такое достаточно такие, ну, не просто так оно мне далось. В 2011 году я начала выступать за сборную Молдавии. Это вот, ну, это было 3-4 соревнования, еще один международный турнир, вот мой первый турнир по женщинам. И в 2013, как бы, я уже вернулась здесь, сюда, в сборную России. Уже, ну, начинала все тоже снизу, в первенство города, чемпионат города, точнее, чемпионат округа, чемпионат УРФО. То есть, ну, не так, что вот я вернулась, меня еще с тех лет помнят, нет, все, приходилось заново, по-новой добиваться, все. Чтобы выполнить норматив международника, нужно выиграть не только турнир, нужно еще войти в призы на чемпионат России. Вот в том году, как раз-таки, я стала третьей на чемпионате России. И за счет этого, как бы, уже поступила информация, что вот можно выполнить. Я говорю, ну, давайте попробуем. И, ну, вообще не жалею, там, не то, что не жалею, я очень даже рада, что получилось это сделать. Ну, бои тоже достаточно такие, как бы, скажем так, не подарочные были. Тем более финал, это была спортсменка из Таджикистана. Ну, во-первых, и выше меня на голову спортсменка, ну, по росту. Чисто технически, как бы, ну, приходилось чуть-чуть бой перестраивать, и там вообще менять чуть-чуть, свою тактику боя, скажем так. Ну, справились. Девочка тоже, если не ошибаюсь, чемпионка Азии, мастер спорта международного класса уже была девочка. Это была для меня победа, в первую очередь, над собой. Чем выше ранг соревнований, тем выше ответственность. И, то есть, там я понимала, что я боксирую себя дома, что тут, ну, такая поддержка, там, не только моего тренера, там, и болельщиков, вообще, то, что весь округ, как бы, скажем так, за тебя болеет. Ну, не хотелось, конечно, подводить. Коллектив у нас вообще, вот, честно, не знаю, наверное, дай бог каждому такому, потому что мы общаемся не только в зале, но и вне зала. То есть, там, праздники, мы всегда ходим друг друга поздравлять, там, в гости на крещение каледовать. Ну, вот, все, что можно, как бы, мы никогда вот в таких моментах мы друг друга не забываем. Когда у нас период отдыха или восстановительный какой-то период, что мы вот просто, там, месяц вообще в зал не заходим, мы даже не увидимся, там, ну, каждый занимается своими какими-то определенными делами, это вот в основном летом, когда все в отпусках, я понимаю, что вот меня ломает, что да, хочется на тренировке, хочется уже все. Что я наотдыхалась, там, мне буквально недельки-двух хватает. Когда вот такой идет какой-то затяжной период подготовки, что вот сезон открылся, и вот одно за другим идет, ты понимаешь, что где-то ты чуть-чуть подустала, что где-то, может быть, тебе нужно отдохнуть. А когда ты выезжаешь на соревнования судить, ну, вот, у меня бывает, что я выезжаю как судья, сидя сбоку, я понимаю, что я хочу в Рим. То есть, ну, вот, я еще сама для себя не могу понять, но однозначно я этим живу. Тренировать я начала, учаясь на втором курсе, мне тогда вот 18 лет только исполнилось. Первый год мне было тяжело работать с детьми, потому что, во-первых, я молодая, ну, так можно сказать, ребенок тренирует детей. Ну, у меня было больше девочек, и причем, честно говоря, девочки были такие вот, которые мы мальчика убили. В 7 лет это дети, которым нужно в первую очередь прививать дисциплину, уважение к старшим, где-то помимо общей физической подготовки, вот какие-то такие моральные ценности, которые, ну, к сожалению, в наше время утратились. Когда работает связка, вот даже элементарно взять тренер, родитель, учитель, то всегда, как бы, есть большая вероятность того, что этот ребенок всегда выберет правильный путь. Далее рубрика, которая, надеюсь, станет в нашей программе традиционной. За то время, пока создавалась наша программа, в спортивной жизни округа произошло немало важных событий, предлагая вспомнить значимые победы югорчан на соревнованиях различного уровня. В Хантамансийске прошел первый сбор югорской дружины по баскетболу на колясках «Легион Югры». Спортсмены собирались на последнюю тренировку перед чемпионатом страны. В основном они делали упор на общую физическую подготовку и оттачивали тактические приемы игры. Всего в команде 10 человек. Днем они обычные работники, финансисты и юристы, а по вечерам собираются в спортзале. Команда готовится представить свой регион не только в чемпионате России, но и на соревнованиях международного класса. В Игриме Наталья Комарова дала старт зимнему фестивалю спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он продлится до весны. Тестирование на нормы ГТО пройдет больше 4000 человек. Отмечу, что сегодня округ один из лидеров в продвижении всероссийского комплекса. В день открытия фестиваля ГТО губернатор Югры вручила золотые и серебряные значки жителям Березовского района, уже прошедшим тестирование. Кроме того, в рамках рабочей поездки Наталья Комарова посетила Пойковский спортивно-технический клуб «Вираж». Он работает всего несколько месяцев. Здесь уже около 60 ребят от 5 до 18 лет занимаются картингом, собирают и ремонтируют машины, отрабатывают навыки вождения на автотренажерах. Отмечу, что клуб появился благодаря муниципальному проекту «Техническое образование для всех». Олимпийского чемпиона и югорского лыжника Александра Легкова признали невиновным в нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр. Легкова подозревали в употреблении допинга, по сути улик не было. Александр не был замечен в употреблении запрещённых препаратов на других соревнованиях, в том числе и под эгидой «ФИС» и «МОК». Спортивный арбитражный суд учёл все обстоятельства и вынес оправдательный приговор.